Про аркист «Казовская» я сразу по несложной ассоциации подумал про музыку в кино. Вы считаете, что может быть киношедевр, в котором не будет вообще саундтрек, не будет музыки? Или это необходимый компонент? Может. Пример вы можете хотя бы один привести? Выдающееся кино, где музыка не играла бы значимую роль. Так, наверное, нет, но есть картина, которая прям... Я ее долго откладывал, думал, какая-то ерунда, потому что так все хвалят. А тут потом я посмотрел фильм «Артист», который черно-белый вот этот вот. Когда артист немого кино, и вот приходит звук в кино. И там в какой-то момент идет весь фильм без звука, и в какой-то момент он начинает слышать звуки. Он в гримерке сидит, кладет руку, а там бам... И вот звуки. То есть это же все равно такая подушка. Музыка, она помогает. Я видел спектакль в Барнауле, в молодежном театре, который сейчас молодежный театр Золотухина, по-моему, называется. Я видел спектакль «Федра и Полит» в гигзаметре. Без звука вообще, без музыки. И это был космос. Сначала, конечно, взрывает голову, не понимаешь. В конце там звучала только музыка «Под небом голубым» мелодия. И все. И это было прям... Космос. Сильно, это было сильно. Это тоже выбивает из колеи какой-то. Непривычно. Как-то на тебя начинает это воздействовать. Тишина. А вы поете, играете? На чем-нибудь? Ну да. На чем? На гитаре. Чуть-чуть могу понабарабан. Ну как, я на всем могу. Прямо вообще на всем? Ну как, не можешь быть, умей казаться. Вот я помню, что беседу свою с Антонио Бандерасом, и я когда это воспроизвожу в разговорах с вашими коллегами, то есть с режиссерами, с ардейшими, это вызывает у них сильное раздражение. Потому что он мне сказал, что главное отличие вот их, голливудских, от наших, что они все умеют. Фехтовать, скакать на лошади, петь и играть, причем вот и танцевать все, что угодно. От степа до, там, не знаю, до вальсировать. Вы согласны с этим? Ну сейчас, смотрите, все к этому идет, просто у них идет все к синтетическому артисту, который умеет все. А это неправильно? Ну почему? Ну просто это реалии сейчас такие, правильно, неправильно, неизвестно. У нас было раньше как амплуа, там. Да. Тот, 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 тот. Сейчас этого нет. Сейчас все все. Ну, просто они раньше к этому как бы... Ну у них есть на это время в кино. Он может потратить полгода жизни. Дай мне полгода, и я научусь чему хотите. Знаете, есть такое общее место. Многие говорят, что вот раньше были, и там перечисляют, там, ну, Кентий Смоктуновский, Евгений Леонов. Это просто такое старческое брюзжание. На самом деле, новые, они просто станут такими же для последующих поколений культовыми и значимыми. Это поживем и видим. Могу на другом примере привести. Марина Станиславовна Брусникина, она устраивает, сейчас не знаю, но устраивала раньше часто «Вечера поэзии в Амхате» современной. И все такие, вот, нет современных поэтов. Нету и нету. Я заходил по пути в магазин «Москва» и там налистывал, налистывал, что нравится, там, записывал авторов или покупал книжку, там уже в зависимости. Куча. Куча просто современных поэтов, замечательных, просто великое количество. Много. Просто, ну, ищите и найдете. Ну, то есть это, мы говорим, они сопоставимы там с так называемыми этими вот из поколения 60-ников, там, с Ифтушенко и с Познесенским, вы считаете? Ну, да. Почему нет? Борис Рыжий, который, ну, 2000-х погиб уже в начале. Ну, это, для меня это, прям, какой-то, прям, космический автор. А что вы про Александра Петрова думаете? Я с ним не знаком. Ну, я понимаю, что я с ним не знаком. Что вы думаете про него, про актер, потому что он имеет, ну, очень много снимается. Он сейчас один из самых востребованных исполнителей. Я, честно, я не видел его на... Он, хотя играет в нашем театре один спектакль, «Вишневый сад», но я как-то мне все хотел, но у меня как-то не получилось туда попасть и, как бы, особо сказать. А фильмы, ну, фильмы. Есть хорошие фильмы, есть не очень хорошие. Ну, по-разному. Интересно было на сцене. Если бы на сцене посмотрел, у меня как бы какая-то была более объективная какая-то история. А, ну, кино, я говорю, это просто не всегда зависит от артиста. Поэтому сложно судить о... А, допустим, вот кассовый успех Чебурашки. Вы объясняете тем, что... Я не видел. И не слышали ничего. Слышал. Какие объяснения в среде? То, что там, ну, на безрыбье и рак рыбы, что у нас нет сейчас проката, или что это действительно какое-то попадание во что-то, я не знаю, в какие-то... Ну, правда, к сожалению, не видел, поэтому сложно говорить об этом как-то. Ну, ну... Ну, кто-то говорит, кому-то реально искренне понравилось, кто-то говорит, не понравилось, а... Ну, судите, мне масса... Вот совершенно недавно беседовал с Кареном Шагназаром, он тоже говорит, что вот не видел. Мне кажется, что, ну, когда начинают обсуждать что-то в отрасли, то это вот, ну, знаете, как это называется, маст. Ну, надо посмотреть до того, чтобы составить собственное представление. Или вы просто все, я имею в виду вас и коллеги, вы просто уходите от вопроса, потому что можно сказать, что... Нет, 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 честно, я бы, если бы не понравилось, я бы сказал бы, мне не понравилось, я не понимаю. Ну, я, правда, не видел и не могу судить об этом. Просто столько интересного есть, помимо Чебурашки. Ну, если мы говорим про кассу, то здесь как бы это абсолютно рекордсмен. Хорошо. А что интересного помимо Чебурашки? Что бы вы сказали? Вот много. Приведите два-три примера для наших зрителей, чтобы они... Правда, вот я получаю колоссальное удовольствие, смотря на научно-популярные, потому что не хватает мне этого. Мне вот интересно вот какие-то физиков послушать каких-то. Ну, это сейчас мы говорим, сравнивая кислое и желтое. Все-таки это ведь не совсем то. Я имею в виду из мира кино и из мира театра, что вы считаете, достойно внимания зрителей. Я очень люблю артиста Дэниэл Дэй Льюиса. Очень люблю. Так. И вот все фильмы с его участием я бы посоветовал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...